Коротко поговорим об эпохондрических реакциях онкологических пациентов. И изначально давайте попробуем задаться вопросом о том, действительно ли это актуально, действительно ли это так распространено, и какой у нас фон, потому что фон есть всегда, и из него что-то формируется, а потом мы, как клинические психологи, имеем с этим дело. Итак, по моему опыту в последнее время пациентов, которые демонстрируют эпохондрические реакции, наблюдаются больше, то есть в течение трех лет я наблюдаю нарастание пациентов с эпохондрическими реакциями, нарастание эпохондрических реакций. И что же мы можем увидеть здесь как предпосылку? Во-первых, это культурно-исторический контекст. Сейчас мы наблюдаем с вами нарциссизацию общества, а каждая личность все-таки не может быть оторвана от общества, и, соответственно, общие тенденции, они находят свое отражение в психике пациентов. Соответственно, здесь больше всего речь идет о пациентах молодого возраста, то есть пациенты, если мы возьмем классификацию по ВОЗ, до 44 лет. Кроме того, всегда психические реакции у нас определяются какими-то патах характерологическими особенностями или структурой личности. Например, пациент, демонстрирующий нам эпохондрические реакции, структура личности будет преобладать нарциссическое или пограничное. Помимо всего общего, эти два пункта провоцируют актуализацию нарциссических переживаний на фоне лечения онкологического заболевания, поскольку все процедуры лечебные, которые встречает пациент, так или иначе затрагивают его нарциссические представления о себе. То есть это инвалидизирующие операции, это химиотерапевтические процедуры, которые так или иначе заставляют пациента себя по-другому чувствовать, по-другому переживать свое тело, что, соответственно, может провоцировать реакцию. Это явление алекситимии. То есть не любой пациент взял и продемонстрировал нам эпохондрическую реакцию. То есть для этого должны прослеживаться некоторые трудности в том, чтобы эти самые реакции, как психические реакции, обнаруживать, называть и, собственно, проявлять, что и называется у нас алекситимия. И, исходя из всего этого, это трудности разрядки эмоционального напряжения. Эмоциональное напряжение накапливается, и оно может превращаться в какой-то соматический дискомфорт. Либо пациент может искать усиленно у себя какой-то симптом и, конечно же, его находить, затем тревожиться по этому поводу. Вот такой вот у нас фон. Соответственно, сюда можно добавлять еще очень много всего, но я останавливаюсь вот на этих вот концептах. Все знают, что такое эпохондрические реакции. И, соответственно, коротко вспомним. Это, во-первых, мы их рассматриваем в рамках назогений, то есть это реакции в ответ на жизнеугрожающее заболевание, на психическую травматизацию, которые манифестируют в форме поиска соматического симптома, фиксации на этом симптоме и порождение какого-то фантазма по поводу этого симптома. И, соответственно, далее мы уже встречаем какие-то отношения пациентов в сторону лечения, в сторону взаимоотношений с лечащим врачом, мнительность, подозрительность, негативизм в отношении лечения и так далее. И, конечно же, очень важно отличать эпохондрические реакции или назогении от эпохондрического расстройства, которое МКБ-10 нам, собственно-то, рассказывает про критерии. Для меня значимым отличием являются, во-первых, особенности манифестации эпохондрических реакций и их длительность, поскольку реакции возникают ситуативно. То есть пациент может лежать в стационаре в течение трех месяцев, ну, естественно, с какими-то перерывами, а реакции у него могут возникнуть на шестой месяц. То есть до этого у него этих реакций не было, на что месяц возникли, потом спустя еще полгода возникли снова. То есть они у него не протекают фоном. Это не реакция на любое переживание, это реакция только на какие-то конкретные факторы. Если бы мы, допустим, взяли эпохондрическое расстройство, то мы бы увидели другую периодичность манифестации симптомов. И, соответственно, всегда мы видим, что есть какой-то преморбит, есть фоновая тревожность, есть эпохондрические реакции. Случайно перелеснула слайд, но и ладно. Итак, собственно, к особенности манифестации, про которые я только что упомянула, это, как и для всех онкологических пациентов, субъективное ощущение потери контроля на фоне лечения. Пациенты, более склонные к эпохондрическим реакциям, с более выраженными явлениями нарциссизма, они как раз-таки демонстрируют некоторый гиперконтроль за всеми сферами жизни, за всем, что происходит, соответственно, за своей эмоциональной сферой. А в процессе онкологического заболевания этот контроль утрачивается соматически, эмоционально, субъективно, временно, пространственно, очень по-разному. Соответственно, появляется новое ощущение со стороны систем органов на фоне лечения. С телом что-то происходит, это не поддается контролю, это для меня непривычно, и я не понимаю, что это. Соответственно, у меня есть огромная информационная дыра, которую я заполню своей же тревогой. И эта же тревога даст мне большое разнообразие моих же фантазий про то, что это может быть. Распространялось это онкологического процесса, метастазирование, рецидив, да все что угодно. Все что угодно, что меня сейчас пугает. Соответственно, вот такая реакция. Следом у нас идут вновь процессы остенизации, которые на фоне лечения часто себя проявляют явлений трагинии, когда пациентам нравится, я бы сказала, нравится не доверять лечащему врачу, полагаться только на себя, но при этом они видят, что и на себя тоже не положишься, поскольку не хватает знаний и поскольку сложно дифференцировать то, что пациент сам же чувствует. То есть нет доверия и к лечащему врачу, нет доверия и к себе. То есть появляется такой провал в фундаменте, не на что опереться. И, как правило, для явления гетерогении всегда есть травматический опыт. Это когда на первичной диагностике онкологического заболевания какой-то доктор либо пропустил онкологический процесс, либо не придал ему значения, либо пациента лечили от чего-то иного. Соответственно, что на месте травматизации у нас появляется гиперконтроль. И вот такие реакции, соответственно, будут иметь свое влияние как на приверженность лечению, так и на само лечение. Часто пациенты могут игнорировать и оспаривать рекомендации лечащего врача, то есть проявлять недоверие, требовать второго мнения. Могут обращаться к специалистам абсолютно разных специальностей для того, чтобы эти врачи подтвердили сомнения или предположения самого пациента, то есть чтобы они стали на его сторону, чтобы не поддержали его в его поиске симптомов. Кроме того, пациенты часто говорят, я просыпаюсь, у меня все хорошо, и тут я вспоминаю, что у меня же болит, и у меня начинает болеть. То есть вот это вот я вспоминаю, что у меня что-то есть, я его актуализирую, оно находится, оно всегда рядом со мной, оно приносит мне дискомфорт, но я с этим живу. И, соответственно, вот такой вот поиск симптомов и частое желание таких пациентов привлекать в себе внимание, иногда в истерической, демонстративной манере, в форме там агравации жалоб. Это просто попытка пациента обратить на себя внимание врача. Почему? Потому что пациенту кажется, что что-то пропустили. И если бы мы, допустим, обратились к механизму эпохондрических реакций, то условно, очень условно, невозможно, не для каждого пациента, но формально мы бы сказали так, что есть некий соматический симптом, ощущаемый в форме дискомфорта, который провоцирует тревогу. Пациент на нем фиксируется, тревожится. В дальнейшем, как я уже говорила, возникают некоторые фантазмы о болезни, которые при интенсификации приводят к фантазмам о скорой смерти, мучительной смерти, о том, как все останутся без меня, что же будет, ну и так далее. Мы все знакомы с этими переживаниями со слов пациентов. В дальнейшем мы наблюдаем тенденции гиперконтроля, проконтролировать все, процесс лечения, диагностики, собственные ощущения, проконтролировать, что я ем, как долго я хожу, как я сплю и так далее, давление, сердцебиение, все что угодно. И, соответственно, под этим чувство вины мы будем наблюдать в процессе психотерапии или психокоррекции. Оно не будет объявлено явно. То есть для чего гиперконтроль? Гиперконтроль для того, чтобы не чувствовать вину за ту ответственность, которую я за себя несу. когда окажется, что я сомневался по поводу собственных ощущений, а это было на самом деле расстройство или это было на самом деле заболевание, а мне никто не поверил. То есть виноваты они, не я. То есть это попытка спрятаться за ипохондрическими реакциями, а, собственно, чувство вины, которое настолько невыносимо, что пусть лучше будет какой-то физический дискомфорт, даже если я его сам себе придумал, чем я буду себя бесконечно обвинять в том, что я упустил сам себя. И если мы посмотрим на распространенность этих самых апохондрических реакций, то для меня, например, впервые первое место занимают лимфопролиферативные заболевания, а не рак молочной железы. И тройка лидеров – это у нас лимфопролиферативные заболевания, рак молочной железы и опухоли женской репродуктивной системы. Более информативные апохондрические реакции представлены на этапах лечения. То есть это этапы, когда тревога в большей степени собственно-то себя проявляет. Это этапы диагностики, либо контрольных обследований, этапы химиотерапии, когда нарастает эстонизация, как физическая, так и психическая. Соответственно, сложнее контролировать свои эмоции, и сложнее их обнаруживать, как-то интерпретировать, удерживать, проявлять и так далее. Что-то с этим делать сложнее. Соответственно, и постгоспитальный этап. Имеется в виду этап уже, этап ремиссии, когда пациентам объявляют, что они могут вести обычный образ жизни, жить как им хочется, а они не знают, как им хочется. Они хотят обследоваться. И находят у себя, соответственно, различные симптомы. Как можно с этим работать? Я не говорю, что так нужно, но так можно с этим работать, так с этим работаем мы. То есть в рамках стационара это краткосрочное, естественно, вмешательство, краткосрочная психологическая коррекция. То есть здесь 15 сессий, как правило, для того, чтобы пациент обучился контролировать. Я скоро закончу. Кроу, а уже сейчас мы заканчиваем. У нас важная дискуссия, нам надо всем успеть высказаться. Мы крадем время у наших докладчиков. Заканчивайте. Завершайте. Это почти последний слайд. Собственно, о чем речь идет? О когнитивно-пометической терапии. Все мы знаем, как она работает. То есть чувство вины и снижение алекситимии – это основные мишени при коррекции в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Какие можно использовать методы регистрации? Это психопатологический опросник, шкала соматизации, это шкала алекситимии и ситуативная личностная тревожность. То есть, в принципе, для краткосрочных методов вмешательства этого достаточно бывает. И вот мы можем увидеть результат, что группа пациентов, наша тройка лидеров, они демонстрируют некоторые снижения по этим показателям, и, соответственно, эмпирически справляются со стрессом, который им предлагает жизнь. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Кристина Архановна. Пожалуйста, садитесь. Продолжение следует... Продолжение следует...